В Москве резко поменялась форма уличной агитации. До недавнего времени здесь почти отсутствовали бигборды с откровенно фашистской Z-символикой. Но что-то изменилось. На улицах столицы Мордора глаз москвича постоянно натыкается на плакаты с погибшими в Украине оккупантами, сделанными как под копирку. Все в парадной форме. Значит фото по личным делам, которые добавляют в некрологи. Это говорит о том, что их наскоро вытащили из файлов и сделали частью уличной пропаганды. Предварительный вывод. Власти, еще недавно старавшиеся не брать жителей столицы в оккупационную армию, теперь психологически готовят и москвичей к мобилизации. Открытой или скрытой. Мы все искренне поддерживаем те решения, которые вы приняли по проведению специальной военной операции. Понимаем, что это вынужденное, но по сути дела единственное решение по обеспечению безопасности не только жителей ДНР и ЛНР, но и собственно России, ее безопасности, ее будущего. А тем временем тупая лошадь из МИД РФ повторила свое идиотское утверждение о том, что Россия не вторгалась в Украину. Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Послушайте, что говорит Верховный комиссар ООН по правам человека. Она недавно, ну в мае выступала, да. Она сказала, в селе Ягодное Черниговской области российской военной 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и 5 людей с инвалидностью в подвале школы. Без туалета, без воды. 10 пожилых людей умерли. Это борьба с нацизмом. Знаете, Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. Мы не можем врать. Мы Россия, мы русский народ. А для них это ключевое. Вот он как рассказал, надо врать. Поэтому как бы ответ на вопрос, вопрос даже не в том, готовы-не готовы. Мы не готовы врать, а они готовы. Вот поэтому так и получается. Прокремлевские паблики подтвердили уничтожение буксира Василий Бех проекта 22870. Напомним, этот корабль, на котором разместили ЗРК ТОР, был уничтожен украинскими военно-морскими силами с помощью ракеты Бримстоун. Это триумф русского оружия. Это триумф русской армии. Это возрождение России. Также подтверждено уничтожение российского вертолета Ми-35М на границе Запорожской и Донецкой областей. Вертушку приземлили силы специальных операций полка «Азов». Что случилось? Почему всё это происходит? Ответ очевиден. Вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса – вопрос предрешённый. Это дело времени. Считаю, что для нас это крайне важно. Уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Ещё раз подчеркну, что Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Многие паблики оккупантов распространили лживую информацию о том, что сбитый вертолёт – это якобы белый Ми-24 ВВС Украины, который ранее был задействован в миссии ООН в Африке. В качестве доказательства приведён фотоколлаж, на котором действительно изображён украинский Ми-24. В нижней, левой и центральной части – тот же вертолёт с повреждённым двигателем. А в правой нижней части – скриншот видео Азова с уничтоженным российским Ми-35М. После такой мягкой посадки от вертушки ВВС России остались лишь мелкие фрагменты. Вчера днём был сбит российский вертолёт Ми-35. Он летел очень низенько над землёй, видимо, прятался от радаров. На видео можно разглядеть ракету прямо сейчас. И, судя по всему, это была ракета из зенитного ракетного комплекса. Не помогло ему такой низкий пролёт. Потерь в вооружённых силах России нет. Но вот где нет никаких сомнений – это по поводу обстрела Николаева. На этом видео две крылатые ракеты, похоже, это калибры. По мнению российской стороны, они поразили объект военной инфраструктуры. Но глава региона Ким уточнил, что пострадали четыре многоэтажки, один человек погиб, ещё шестеро – ранены. Трое человек погибли после ракетной атаки Дома культуры в Лисичанске. Ещё семеро – ранены. Обстреливали также здание местного профилактория. Мирные жители гибли в северодонецке. Там убитым мать с сыном. Об этом сообщил глава региона Гайдай. Глава штаба обороны Британии заявил, что Россия стратегически уже проиграла войну. Он полагает, что Путин ещё может добиться некоторых успехов, но только локально. Ценой потери 25% техники и 50 тысяч солдат Путинской армии добилась весьма небольших успехов. Так это и так есть, этого добиваться не нужно. Идентифицирован автор пресловутой идеи деноцифицировать Российскую Федерацию. Им оказался приморский мэр Александр Теребилов. Мы знаем, что 24 февраля на территории Украины проводится специальная военная операция по деноцификации и демилитаризации Украины. Говорю о покушении на руководителя провозглашённой Луганской народно-демократической республики. И напоследок. К аббревиатуре «Главное разведывательное управление» можно добавить ГРУ имени мистера Бина. Военная разведка России заслужила эту честь. Не каждый идиот – это российский разведчик, но каждый российский разведчик обязательно идиот. Продолжая традиции Лугового, Петрова-Баширова и других знаменитых идиотов, в Амстердаме попался очередной российский бин, притворявшийся бразильцем Феррейрой. Бразильца повязали при попытке устроиться работать в трибунал Гааги, в тот самый отдел, который занимается сбором документов о военных преступлениях России в Украине. Идиот принёс с собой большой офисный измельчитель бумаги, но не смог найти розетку для его подключения. А также угрожал уборщице и электрику ракетным ударом Москвы. Ну что тут добавить? С аналоговнетной армией очень гармонично сочетается аналоговнетная разведка. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова